Это все, что осталось от новенькой машины. Видео сняли год назад, когда и произошла жуткая авария. А вот события того страшного дня ставропольская семья помнит до мелочей, как будто все это случилось вчера. Маленькие дети порой отважнее многих взрослых. Подтверждение этому сотни различных историй, когда несовершеннолетние, рискуя собой, спасают жизни других людей. Так в Ставропольской глубинке, вот в этом доме, проживает одна из таких маленьких героев Милана Курбанова. С ней мы и познакомимся. Десятилетняя Милана – обычный ребенок. Любит пошалить, побегать, попрыгать. Но внутри у девочки, как выяснилось, стальной стержень. Год назад на территории Дагестана школьница попала в аварию вместе с мамой и дядей. И повела себя совсем как взрослая. Мама не смогла вылезти с дядей, а я вылезу через заднее стекло. Оно было разбито? Да. И я позвала на помощь. Ключала пожар. Сделала все, как учили на уроках ОБЖ. Но самое главное – привлекла внимание других людей. Ведь на счету была каждая секунда. У меня просто брат ДЦПшник у него. У него была эпилепсия судороги. И в этот момент он сидел рядом со мной, впереди. И в этот момент у него случилось судороги. Он на меня как-то облокотился, получается. И я как-то растерялась в этот момент. И потеряла управление. И просто на него отвлеклась. И мы, получается, вылетели уже из-за этого из трассы. Машина перевернулась четыре раза. К счастью, все были пристегнуты. Это и спасло жизни. У меня была паника. У меня был страх, чтобы ни с кем ничего не случилось. И в этот момент, когда мы перевернулись, машина боком стояла, получается. В первый же момент я сразу посмотрела на дочку сзади. Все в порядке. Или она была сидела в этот момент только. И на брата смотрела. И в этот момент, когда я занималась с братом, второй раз повернулась, ее уже не было там. И у меня уже страх был, куда она делась. Думаю, вроде только что была. А она, кажется, выскочила. И уже, получается, начала звать там на помощь. Я махала руками, и остановилась машина. Какая? Большая. Это был кавас. И оттуда вылезли и помогли нам. Потом подъезжали еще машины. И спрашивали, помочь или не помочь чем-то. А ты что делала в этот момент? Стояла возле машины и искала зайчика. Вот этого зайчика? Покажи его. И где он был? В сумке. С ним было все в порядке? Да. Он не пострадал? Нет, только почернил от страха. Видимо, игрушка забрала весь страх себе. Ведь Милана в тот момент думала только об одном. Чтобы помочь близким. Почему? Ну, потому что мне это сказало сердце. Я была в шоке, потому что она вроде маленькая. Я стою взрослая, плачу в панике. Я испугалась, а она не испугалась. Она меня успокаивала. Когда я думала, ну, как-то в ее возрасте, как бывает, дети испугаются. Все, страх будет. Потом машину сесть не захочет. Или что-то какие-то страхи психические останутся. У нее нет вообще никакого ничего не было. Отважный поступок школьницы не остался без внимания. Оргкомитет Всероссийской общественно-государственной инициативы вручил девочке почетный знак «Горячее сердце». Награду школьница получила в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. Кроме того, Милане подарили путевку в детский лагерь. Она подарила мне троих, начиная с себя. Почему троих? Ну, а ты? А ты? А ты? Четверых. Разве может быть дороже? Четверых, а заяц как? Милана призналась, что в дальнейшем хочет сделать спасение жизней своей профессией. Когда ты вырастешь, кем ты хочешь стать? Я хочу помогать людям. Ну, а с маленькой героиней познакомились Екатерина Сегида и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.